всем привет меня зовут андрей и вы на канале industrial tool я купил себе хепа фильтр а зачем я это сделал давайте разбираться сразу скажу фильтр я приобрел на алиэкспресс в россии на сегодняшний день проблемы с поставками и купить его у нас невозможно но в прайс-листах он есть и он уже продавался в прошлом году он еще появился были партии я не успел взять в этом году были даже в некоторых интернет-магазинах и в россии его было в два раза дешевле можно было купить но кто хочет все-таки его приобрести ссылку на алиэкспресс где именно я покупал я оставлю в описании продается он вот в такой коробочке ну и давайте посмотрим что это за штука пришел хипа фильтр вот в такой картонной коробке сделан в китае артикул его 199 989 8 это оригинальная коробочка давайте ее откроем и посмотрим как он выглядит внутри это кстати артикул коробки сам фильтр пакетики такой небольшой здесь также имеется артикул 459 358 8 это по идее артикул от этой резинки но отдельного думаю вряд ли она будет продаваться просто у макиты почти все запчасти маркируются своими артикулами не важно продаются они отдельно не продаются но на каждую деталь имеется свой артикул и также в комплекте еще есть инструкция получается необходимо удалить вот эту пластиковую штуку вместе со спонжем получается и вставить хипа фильтр также хипа фильтр можно защитить тем же самым пред фильтром который имеется в пылесосе либо вот таким пред фильтром который у меня стоял 182 модели вот таким и вот так это будет ну а теперь давайте я покажу почему все таки я его приобрел дело в том что прошлое видео про этот пылесос это было такое обзорное видео того как я купил распаковал и первое впечатление теперь же я им попользовался и могу сказать свои рекомендации плюсы минусы уже после использования если вы живете в квартире и у вас обычная пыль возможно хепу и не обязательно приобретать вам хватит этого фильтра но если как я в частный дом такой мусор собираете как строительный то без хепа фильтра вам не обойтись просто данный пылесос он настолько мощный что мелкодисперсная пыль она не просто проходит сквозь него она выходит через него и посмотрите на аккумулятор то есть через вот эти все щели фигачить пыль и просто превращает наш аккумулятор вот такое состояние я им пропылесосил сегодня первый раз машину а использовал его конечно же без циклона потому что с циклоном ну сами понимаете в машине вот эта вот штука еще посюда расстояние ну никак не получится здесь немножко мусора вот в таком состоянии этот предфильтр грязно грязно сейчас я его разберу еще раз не буду уже показывать как он разбирается я просто вскрою и покажу в каком состоянии он внутри ну вы просто будете в шоке там просто все будет в пыли поэтому я его помою и уже буду использовать с хепа фильтром еще один минус этого пылесоса ну вроде бы сейчас он вот видите чистый но вот волосинки вот эти мелкие они к нему прилипают это не очень нравится и еще один момент вот этот корпус видите здесь появилась трещина причем она появилась буквально сразу же как только я не начал пользоваться вставил трубку и он сразу треснул она как бы на работу не влияет но неприятно то есть пластик не очень подобран для и для этих целей желательно вот типа черный из другого пластика короче здесь abs пластик вот здесь написано вот ну а в остальном пылесос просто идеальный он мне очень понравился работает он реально мощно причем у меня принципе паласов дорожек нет у меня линолеум и я его использую на втором режиме потому что если использовать на максималке щетка присасывается к линолеуму и получается она ничего мусор не всасывается потому что она притягивает линолеум а на втором режиме то есть стандартный режим просто идеально намного тише звук чем у 180 его почти не слышно то есть кошаки не пугаются можно при них спокойно пылесосит они не обращают на него внимание минусы для меня не такие значительные на них можно закрыть глаза по поводу того что он внутри сейчас будет грязный но он и 180 у меня был такой же грязный я его тоже неоднократно разбирал и мыл полностью поэтому принципе это судьба всех этих пылесосов даже возьмите строительный какой-нибудь пылесос на ремонт сколько мне приносили пылесосов хоть фильтры хоть мешки хоть что использую веселый ты работаешь со штукатуркой на кацаны со строительной пылью ни один фильтр не поможет в данном случае я думаю все по все таки ну спасет через попользуюсь месяц и потом сниму еще один ролик открутили крышку и и смотрите все в пыли ну не сказать прям сильно но пылю да не плюс если вскрыть двигатель тут тоже все будет пылища поэтому сейчас моем продуваем пластиковые детали моем двигатель естественно я и мыть не буду просто продую плату продают так сухой сухим вытру ну и все собираем моем и ставим фильтр на место ну вот в принципе все уже чистенькая подождем пока высохнет и можно будет собирать здесь тоже почистил обычной кисточкой вот этой вот постряхивал пыль легко стряхнулась принципе не такой уж он был и сильно грязная почему-то ожидал что будет намного сильнее грязный так что в домашних условиях в квартирных я имею ввиду я думаю не обязательно штука но опять же не используя хепа фильтр а он улавливает 99 и 9 процентов мелких частиц это же вся пыль выдувается обратно из пылесоса и мы ее дышим поэтому все таки я бы советовал использовать ну вот детали высохли и я уже почти его собрал вот видите двигатель поставил на место давайте для наглядности в разобранном виде покажу как теперь будет защищен корпус внутренности корпуса от пыли если раньше у нас стояла вот этот спонж потом вот эта часть была но это можно ставить и был мешок но не мешок а предфильтр он одевался вот так и вот этими вот лапками так мы прокручивали он фиксировался в принципе пыль внутрь отсюда попасть не могла достаточно надежно из-за того что здесь резиночка раньше например вот на этой штуке резиночки не было и здесь вот такой люд был ну вот был уменьшен за счет того что внутри еще стоял еще один фильтр виде мешка но все-таки не так надежно а теперь смотрите как будет теперь здесь большая резинка плотная причем она становится вот внутрь видите да и плюс еще этот мешок предфильтр получается такая двойная защита вот в этом случае уже ничто не попадет не внутрь не ваши легкие не в двигатель были также и вредна и для подшипников которые через двигатель проходит ну и вообще сами понимаете поэтому все таки штука необходима не знаю почему они сразу не кладут в комплекте пылесос собран устанавливаем фильтр аккуратно вставляем чтобы не помять он должен на резиночкой зайти вот видите здесь две зубчика два которые остались от для крепления пластиковой детальки вот он стал и крутится свободно и дополнительно ставим вот этот мешок можно без него использовать но так вам чаще будет его выбивать продувать и он выйдет из строя гораздо быстрее кстати теперь когда мы устанавливаем вот эту часть она держится уже лучше не болтается но при этом все таки мне кажется что ну не совсем там плотно прилегает так как внизу нет резиночки собираем до конца не можно пылесосить ну а покупать вам такой фильтр или не покупать решать только вам я свой выбор сделал вот он на этом спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока так что хорошо вот так что Продолжение следует...